Нет там отводки. И синхрона нет. Нет там отводки. И вот о чем пойдет речь далее. В Иркутске открылось колесо обозрения. Посмотрела на город с нового ракурса наша съемочная группа. Главные факты об аттракционе расскажем через несколько минут в прямом эфире новостей сейчас. В эти минуты в Иркутской области устраняют последствия стихии. Сегодня в разных районах региона прошел град, ливень, гром и грозы. Как сообщили в Иркутском гидрометцентре, в столице Приангария выпало 24 миллиметра осадков. Это при том, что критическая отметка считается цифров 30 миллиметров на один квадратный метр. Дождь продолжался в городе примерно 40 минут. За это время улицы превратились в бурлящие реки. В результате стали тонуть и глохнуть машины. Образовались автомобильные пробки. По улице Челнокова в районе железнодорожного вокзала из-за скопившейся воды инспекторы ГИБДД частично ограничили движение. Затопилые торговые центры, как в Сильвермоле, от мощного потока. Рухнул потолок из гипсокартона, повалил ливень, деревья, а в некоторых частях города отключили электроэнергию. Жертвы пострадавших нет. Иркутск этой ночью не спал. Причиной тому победа сборной России в 1-8 чемпионата мира по футболу. Наша команда оказалась успешней испанцем в серии пенальти. В честь победителей город запустил в небо салют, как болел Иркутск за нашу сборную. Расскажем далее. Ну что, по традиции мы находимся прямо у футбольного поля. Игорек Агентреев, удачи! Самый популярный болельщик при Ангаре в своем инстаграме делится видео из Лужников. Вместе с ним удачи российскому вратарю, а заодно еще десяти футболистам сборной в эти минуты желает вся страна. Иркутские бары переполнены. За игрой следят даже те, кто раньше был далек от футбольных баталий. Еще бы! Это историческое событие. Наша команда впервые играет в плей-офф. Отсутствие специальной фан-зоны ее запретили из-за позднего времени проведения матча. Иркутских болельщиков не смутило. Смотрят вот так во дворах с соседями. И вот он главный момент. Игоря Кенфеев, словно услышав пожелания болельщиков, отбивает решающий пенальти. Иркутск этой ночью не спал. Мало кого беспокоило начало трудовой недели в столице Восточной Сибири. Триумф от победы нашей сборной над испанцами чувствовался не меньше, чем в Москве. Десятки машин с флагами, сотни болельщиков буквально перекрыли центральные улицы Иркутска. Это просто красный, какой-то, посмотрите, как круто. Вы посмотрите, как радует, что мы решили. В соцсетях этой ночью напишут, было ощущение, что одновременно случился и Новый год, и 9 мая. Но то ли еще будет впереди у наших ребят. Одна четвертая финала и противостояние с Хорватией. Но с каким бы счетом не завершился грядущий матч, российские футболисты уже победители. И потому в разных районах города в их честь гремят салюты. Галина Тюрнева, новости сейчас. Именами футболистов из Приангария, которые накануне отстаивали честь страны на чемпионате мира, были названы и команды. В Уссолье-Сибирском они сразились на турнире, который прошел на отреконструированном стадионе «Химик». Участие в матчах приняли также ветераны футбола из Иркутска и Уссолья-Сибирского. Одну из команд возглавил спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилко. Ночь в автобусе не помеха. Если стоит задача победить, врача Анина Ван Саункин разминается перед матчем, показывает фирменные финты и выходит на поле. Первый соперник команды из Иркутска. Юный футболист говорит, игровой опыт не сравнит ни с чем, тем более в эти дни, когда вся страна вдохновлена успехами нашей сборной. За Россию всегда болею, даже когда у них сложные времена, поддерживаю. И вообще я считаю, что в самых маленьких сибирских городах и заключаются такие мировые звезды футбола. Даже сейчас наш земляк, врачанин Федор Кудряшов, вышел в основном в составе сборной России. Я за него, конечно, очень горд. Я, конечно, стремлюсь к его результатам, к его успехам. Имена наших игроков Федора Кудряшова, Романа Зобнина, Владимира Граната сегодня носят команды, которые принимают участие в турнире. Он проходит на стадионе «Химик», который открылся весной этого года после реконструкции, проведенной при поддержке законодательного собрания региона. Спортсмены получили отличную площадку для тренировок. Современное покрытие и искусственный газон позволяют мальчишкам представлять себя на поле Лужников или Фишта. Если я раньше сам играл на покрытии Гаревом, извиняюсь, в подкат выполняешь, одни уши до ворот доезжают, то сейчас для детей инфраструктура создана очень классная, богатая. То есть и поля, и мячи, и формы, всякие разные там фишки, манишки. То есть очень круто все. Матчи юношеского турнира прошли по круговой системе. Каждой команде нужно было провести по три игры. В итоге золото взяли хозяева поля у Сальчани. Этот чемпионат посвящен еще одному событию в истории спорта при Ангаре. Ровно 55 лет назад воспитанники легендарного тренера Александра Веденеева, юные спортсмены при Ангаре, сенсационно взяли бронзу всесоюзного первенства. За свою карьеру он воспитал тысячи футболистов, в их числе председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилко. У Соля, Сибирска, это всегда был футбольный город. Здесь отличные ребята вырастали, играли и в сборной страны, в ведущих клубах страны, даже в олимпийской сборной играли. Команда Рычкова была названа у ребят. Здесь всегда работали хорошие, увлеченные тренеры с молодежью. Я думаю, что эти традиции сохранятся. И вот матч ветеранов спорта Усолья-Сибирского и Иркутска. Сергей Брилко – капитан команды областного центра. Несмотря на занятость, большинство игроков до сих пор находит время на тренировке. Доказательство – хорошая спортивная форма. Четыре забитых мяча, по два в каждые ворота. Галина Тюрнева, Константин Синицын. Новости сейчас. В ходе поездки в Усольский район Сергей Брилко также выступил независимым экспертом акции по приготовлению самой большой в России яичницы. Она состояла из 55 тысяч перепелинных яиц. В условиях курса на полное самообеспечение региона продукции местных серхозтоваропроизводителей имеет огромное значение для жителей при Ангаре. Акция – это возможность показать масштаб местного производства, продемонстрировать, какое значительное количество людей вовлечено в работу предприятия, отметил Сергей Брилко. 31 человек погиб под колесами поездов с начала этого года в Иркутской области. В большинстве случаев трагические события произошли, потому что жители нарушают элементарные правила безопасности. Наша съемочная группа отправилась в рейд и узнала, куда торопятся горожане, когда переходят железнодорожные пути в неположенном месте. Этот участок железной дороги около станции Иркутск-Пассажирский считается одним из самых опасных в Иркутске. Именно здесь водители поездов часто вынуждены применять экстренное торможение. Причина тому – местные жители, которые перебегают железнодорожные пути в неположенном месте. Вы взрослые, да, люди все? У нас, глядя на вас, совершают такие вот переходы дети. Понимаете, вот есть место, переходы. Вот именно, что все ходят. А дети ходят, глядя на взрослых людей. Для многих людей дело это настолько привычное, что не стесняется присутствие сотрудников полиции. И таких нарушителей с каждым годом все больше. Соответственно, увеличиваются и трагические происшествия. С начала года только в Приангарье под колеса поезда попали 44 человека. Из них 31 погиб. Что бы потолкнуло перебежать? Не пойти по правилам, а перебежать на дорогу? Ну, чтобы побыстрее. Побыстрее, чтобы пойти. Поторопились просто, все, побыстрее, чтобы перебежать. Все. А куда торопитесь? Вот, просто ноги сполоснуть. Жарко на улице. Только за первый час работы проверяющие задержали 17 жителей, которые сильно торопятся. Вот и отец с дочкой переходят пути в неположенном месте. В такую жару им тоже хочется как можно скорее попасть к воде. Несмотря на то, что безопасный переход всего в нескольких метрах. А вы постоянно переходите? Ну да. Спешите? Ну да. Здравствуйте, подождите. Да, побежали. Люди мотивируют это тем, что это быстрее. Надеются на свою внимательность, надеются на свою осторожность. Но, как правило, сориентироваться на железнодорожных путях, когда несется на тебя поезд, очень сложно. Очень часто у нас переходят железнодорожные пути дети группами, в том числе с велосипедами. По словам специалистов, если даже человеку удастся проскочить поезд, то есть вероятность, что его может сильным потоком воздуха затянуть обратно под колеса состава. Или ударить током от высоковольтных проводов. Напряжение в контактной сети железных дорог составляет на нашей Восточно-Сибирской железной дороге 27,5 тысяч вольт. Поэтому не только приближение, не только прикосновение, но и приближение к проводам контактной сети и других воздушных линий электропередач очень опасно для жизни. Но самое опасное для жизни – переходить железнодорожные пути в наушниках. Так вообще можно не услышать приближение поезда. На этот случай специалисты рекомендуют устанавливать в телефоны специальное приложение. При приближении состава оно блокирует музыку в гаджетах и подает соответствующий сигнал. Владимир Пеханов, Сергей Полянский. Новости сейчас. В Усть-Куте едва не сгорел единственный пешеходный мост, связывающий микрорайон с городом через реку Кута. Пожар случился накануне днем в самом центре строения, переправа деревянная, поэтому площадь возгорания возрастала с каждой минуты. Очевидцы позвонили спасателям. Ликвидировать огонь прибывшим пожарным удалось за 10 минут. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. Как отмечают наши коллеги из агентства Усть-Кут-24, мост был закрыт по предписанию прокуратуры. Однако местные жители продолжают им пользоваться, так как это самый короткий путь до ближайшей остановки. Владимир Жильновский, Дмитрий Тютрин и Олег Попов возглавят список ЛДПР на выборах в законодательное собрание Иркутской области. Напомню, они пройдут 9 сентября 2018 года. Эти кандидатуры были утверждены на внеочередной конференции регионального отделения партии по итогам тайного голосования. В нем приняли участие делегаты от 26 местных отделений партии. В целом от ЛДПР будут выдвинуты 91 претендент на должность депутата законодательного собрания Иркутской области 3-го созыва по единому избирательному округу и 22-м одномандатным избирательным округам. Еще 400 человек были утверждены для участия в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований Иркутской области. Наша партия ЛДПР выдвинула молодых ребят, я считаю молодых, средний возраст 36 лет. Почему? Потому что Владимир Вольфович Жириновский такие большие ставки делает на молодежь. Молодежь это прежде всего, которые должны работать на благо народа, трудиться, помогать, выполнять все то, что они должны делать. Мы сторонники все-таки ротации. У нас в принципе такие подходы. Если наш член партии хочет посвятить себя деятельности политике, то надо начинать, конечно, с думы муниципальных образований. Надо участвовать в избирательных кампаниях. Надо избираться в городские думы. Ну и затем уже в законодательные собрания. Поэтому если мы возьмем наших основных кандидатов, которые возглавляют региональный список, тютерин и попов, то вот на их примере можно показать, как с кадрами работает ЛДПР. И теперь о темах, которые ждут вас во второй части выпуска. В Иркутске новое развлечение. Колесо обозрения наконец запустили. Сколько длится и сколько стоит. Круг об этом через несколько минут. Наши актеры покоряют корейского зрителя. Драмтеатр собирается на гастроли в Сеул, за что восточные театралы так любят русскую классику. Затмили иртышские зори. Иркутские акробаты вернулись из Казахстана с медалями. В какой дисциплине стали лучшими? Расскажем совсем скоро. Не переключайтесь. Погибших в авиакатастрофе Ил-76 сегодня вспоминают. В Приангарии 1 июля 2016 года в 10 утра транспортный самолет вылетел из Иркутска на тушение лесных пожаров. В Качукском районе в назначенное время экипаж не вышел на связь. Как позже установили следователи, после очередного сброса воды самолет врезался в сопку в 4 километрах южнее населенного пункта Рыбный Уянный. Полностью разрушился. Погибли все находившиеся на борту 10 членов экипажа. Спустя год на месте происшествия установили памятный крест. 11 человек в Иркутской области заболели клещевым барлиозом. Еще двум поставлен диагноз рикетсиоз. Всего по данным регионального управления Роспотребнадзора с подозрениями на клещевые инфекции госпитализированы 23 человека. В целом за сезон за помощью к медикам по поводу укусов клещей обратилось 11 023 человека. Это примерно столько же, сколько и в прошлом году. С начала сезона эпидемиологи исследовали 6 148 паразитов. Каждый четвертый был заражен барлиозом. Колесо обозрения наконец-то открыто. Накануне в областном центре заработал новый аттракцион. Круг почета и сделала и наша съемочная группа. Анастасия Цыганкова готова рассказать о главных фактах нового развлечения. Этот аттракцион ждали, наверное, как ни один другой. В истории Иркутска это третье колесо обозрения. Пришественник находился в Центральном парке культуры и отдыха. Его высота была 27 метров. И радовало колесо иркутян в течение двух десятков лет с 1980 года. В 2008 колесо остановилось и годом позже его демонтировали. В 2017 году один из инвесторов предложил вернуть городу аттракцион. Решено было установить колесо обозрения на острове Конный. Изначально колесо обозрения должно было стать подарком горожанам к Новому году. Однако из-за технических причин дату запуска перенесли на полгода. Но и в июне дату открытия меняли три раза. И вот дождались. Кругозор запущен. Первый месяц колесо обозрения будет работать с 6 часов вечера в будние дни. Стоимость билета для взрослого 250 рублей, для ребенка 200. Предварительно было продано более 2000 билетов. И в первый день на аттракцион не прокатилось 1000 счастливчиков. Вес этой конструкции 170 тонн. Все элементы привезли в столицу Восточной Сибири из Красноярска. Это строение не является капитальным. На колесе обозрения 24 кабины. Каждая рассчитана на 6 человек. Ограничение по весу 450 килограммов. Кроме того, есть одна специальная кабина для людей с ограниченными возможностями. Кстати, вот она под номером 3. Каждая кабина застеклинает и для безопасности. И оснащена кондиционером, и обогревателем. Это позволяет использовать кабины и в зимнее время. Однако есть ограничения до минус 20 градусов. А также летом в непогоду колесо эксплуатировать запрещено. Скоро конструкцию украсят яркой иллюминацией, которая в вечернее время будет подсвечивать колесо обозрения. Высота аттракциона 50 метров. И сейчас мы находимся на самой верхней точке. Отсюда открывается вид на Ангару, Левый берег, Глазковский мост, Бульвар Гагарина, Стадион Труд и, конечно, на остров Конный и Юность. А если посмотреть налево, то можно увидеть Академический мост. Этими прекрасными видами сегодня любовалась наша съемочная группа Анастасия Цыганкова и Константин Синицын. Новости сейчас. Иртышские зори принесли две медали спортсменкам из Приангарии. Воспитанницы Иркутского дворца спорта Юность завоевали медали в прыжках на гимнастической дорожке. Мария Марченко завоевала золото по программе кандидатов в мастера спорта в возрасте 13-14 лет. Ксения Кислова заняла третью ступень пьедестала по программе первого разряда 9-12 лет. Международный турнир по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и спортивной аэробики проходил в городе Павлограде Республики Казахстан. И собрал около 350 акробатов из 20 городов России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Наши новости также доступны в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте. Там мы покажем то, чего вы не увидите в эфире. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Они могут лечь в основу для наших репортажей. Ждем от вас писем. У меня же к этому часу вся информация. Оставайтесь с Настей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин